Сделали технологические вырезы специально. Реактивный самолет Л-29, экспериментальный КАИ-81. Настоящий дельтаплан и яхта. Такие экспонаты вряд ли встретишь в обычном музее. Этот интерактивный. Законы физики в действии. Оптические иллюзии наглядно. Мне нравится. Я хочу... Очень интересно, любопытно. Катушка Теслы. Если подвести к ней любой электрический элемент, например, лампу, она начинает загораться. Дом занимательной науки и техники открылся в июне 2013-го. Здесь работали кружки, детский технопарк, музей. Идейным вдохновителем и руководителем проекта был летчик-космонавт Георгий Гречко. Как Георгий Михайлович сказал Гречко, мужики, если бы я не ходил в 1938 году в школу, в дом занимательной науки и техники, то я бы никогда не стал ни космонавтом, ни аэродинамиком, ни ученым. В прошлом году герой Советского Союза ушел из жизни, но центр продолжал развиваться. Ребята после победы в чемпионате по бумажным самолетам даже выиграли поездку в Москву. Вместе с Рустамом Минихановым посетили конструкторский центр «Боинг». Сделать тренажер так же сложно, как сделать кабину настоящего самолета. В республике развитие детского творчества всегда в приоритете. О поддержке научно-технических кружков не раз говорил в своих поступлениях и президент. Мы эту тему всегда поднимали. Мне все время казалось, что мы недостаточно занимаемся вот этими прикладными, особенно техническими видами, интеллектуальными видами обучения. В Татарстане по федеральной программе в Альмитиске, Челнах и Нижнекамске открылись детские технопарки «Кванториум». Технопарк этого интерактивного центра закрылся. От детского технопарка «Алга» осталась только вывеска. Здесь работали лаборатории космонавтики, радиоэлектроники, но платить за аренду 300 квадратов стало невозможным. Технопарк пришлось закрыть. За почти пять лет работы частный проект не получил ожидаемой поддержки. Зарабатывать большие деньги на обучение детей трудно. Итог – более 2,5 миллионов рублей долга за аренду. Проблему, считают руководители центра, в другом. Нужно сохранить этот центр. Технических кружков в республике не больше 15%. Приходя на заводы, понимаешь, что молодые туда не идут, инженеры. Через 15 лет ТУ-160 не взлетит. Если сейчас, вопрос не решить. Орендодатель уже два года позволяет работать с долгом, но только до конца февраля. Все, кто неравнодушен к детскому творчеству, может помочь, обратившись по телефону, указанному на экране. Анна Городнова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин